Комиссия по делам несовершеннолетних Комиссии присутствовали ответственный секретарь комиссии Наида Камилова, член комиссии Тагир Магомедов, начальник ПДН МВД России по Хасавюртовскому району, Индира Атавова, заведующая отделением Центра психолого-педагогической помощи населению Амина Цегин Магомедова, социальный педагог селения Новососитли. Приглашенные помощник прокурора Хасавюртовского района Али Клычев, инспектор ПДН МВД России по Хасавюртовскому району Гульмира Аджиева, ведущий специалист районного управления образования Арапат Ясиева, директора школ селения Новососитли Амархизриев и селения Севух Магомед Магомедов. Основным вопросом, который обсуждался на заседании, был уклонение учащихся сел селения Новососитли и Севух от учебы. Представив присутствующих, Руслан Нерагиевич дал слово Наиде Камиловой, ответственному секретарю комиссии ПДН и защите их прав. Ну, уважаемые товарищи, вы знаете, что мы собрались здесь по поводу непосещения образовательного учреждения района, учащихся в нашем районе. Список был, насколько я знаю, из 12 человек. До заседания нашей комиссии, насколько я знаю, ведущего специалиста, многие дети якобы пошли в школу. И я хотел по этому вопросу, чтобы доложил у нас Наида и слово предоставляю ей. Надо сказать, что темой уклонения учащихся от учебы мы занимаемся не первый год, но в последние годы эта проблема остро встала, потому что обычно, как у нас, мы привыкли к тому, что это Новокостек, это Мацалаул. Но сейчас, как это ни странно, и в других селах тоже есть дети, которые уклоняются от учебы или же пропускают очень часто и длительные уроки без уважительной на то причины. Надо сказать, что в последний учебный год мы активизировали работу в этом плане, и совместно с ПДН мы постоянно выезжаем в школу, мы постоянно выезжаем по месту учительства детей, которые в школу не ходят, и ведем проекладическую беседу и с самими детьми, и с самими родителями. Очень хотелось бы в этом плане отметить взаимодействие нашей работы с директорами школ, социальными педагогами и психологами, с ведущими специалистами управления образования. Надо сказать, что работа плодотворна, она ведется, есть результаты, но все-таки по-прежнему есть дети то там, то здесь, которые в школу не ходят. Сегодня мы рассматриваем школы сел Новососетли и Силох. На начало учебного года каждый директор школы нам представляет информацию по тем детям, которые уклоняются от учебы или же пропускают уроки без уважительной причины. С начала учебного года, нынешнего учебного года, по селу Новососетли инспекторами ПДН Аджиева и Джабраилова были представлены пять административных протоколов в отношении родителей, чьи дети не ходят в школу. Надо сказать, что нам удалось многих детей вернуть в школу, но все-таки есть дети, которые по-прежнему не ходят. И, насколько нам известно, родители противоречат и закону в ответственности родителей за обучение воспитания детей. Они думают, что это их ребенок и это им желание не отпустить детей в школу. По сегодняшнему вопросу мне хотелось бы сказать еще вот что. Вот просто привести примеры, допустим, почему дети не ходят в школу. Вот, например, в Сосетли мы обычно рассматриваем протоколы в отношении родителей, как законных представителей. А так вот, на прошлом рассекрании мы говорили о том, что нам нужно не просто озвучивать цифры, а называть фамилии родителей, фамилии детей, чтобы было ясно, о ком идет речь и чтобы на местах знали, что именно по этим учащимся, по родителям мы работаем. Итак, на воскресенье. Был рассмотрен протокол в отношении Сиадинова и Патематию Суповны, так как ее несовершеннолетний внук, Хайюр Ахмед Махачевич, пропустил неделю занятий без уважительной причины. Как выяснилось, родители подростка на заработках в другом регионе, и поэтому мальчик проживает с бабушкой. В связи с этим мне хотелось бы сказать, что очень часто родители уезжают на заработки и приезжают в другие регионы, и дети остаются или с бабушкой, или с тетей, или с дядей, и нет должного контроля со стороны тех лиц, с кем оставлен ребенок. Также мы рассматривали в отношении Магомедовой Патемат Ахмедовны, Асланбекова Изудина Абулбашировича, Блухакимова Патемат Каюмовна, Идрисов Тагир Султанович. Это Панава Сосибири. И по Севуку у нас один подросток, девочка, которая не ходит в школу. Надо сказать, что мы инспектор АПДН, инспектор АПДН Аджиева составила административный протокол, но отец не явился на заседании комиссии, более того, он отказывается. Сейчас они пришли. Надо сказать, что обычно мы с ними разговариваем, как это ни странно, по телефону. И по телефону они нам объясняют причину, для чего они хотят сюда ходить. Отметим, уклонившихся от учебы по списку было 12 учащихся, 11 из которых из Новососетлинской средней школы и одна ученица из Севугской средней школы. И вот что сказал, касаясь учащихся, не посещающих школу, директор Новососетлинской средней школы Амар Хитриев. Положение на самом деле было критическим. И знаете, вот эти причины, которые там, это не основная причина была, вот, например, по Хабибову Ахмеду Махачевичу, которые говорили, там из этих 12 детей, большая часть детей, большая часть детей посещала вот это медресе, которое Абумар было. Это медресе посещало и в методу школы не ходили. Большинство из-за этого было. Но сейчас это медресе закрыто, и все эти дети, они вернулись в школу. Все они вернулись, и из Удинов, и этот, и другие. У нас сегодня проблема большая, с селем мы сталкиваемся. Даже мы бы раньше и не обращались бы и в ПДН, и в инспекцию по делам несовершеннолетних, мы бы сами с этими вопросами тоже справлялись. Но такие причины, вот, как и это медресе, и есть другие причины. Например, как большое медресе, огромное количество детей, приезжающих в наше село. И некоторые делают попытки, чтобы как бы совместить медресе и школу. И чтобы в школе они учились, и в медресе тоже учились. И как бывает, вот месяц, полтора, два, они к нам в школу приходят, документы тоже к нам сдают. И как-то получается, что или из медресе отчисляют, или там учиться не получается. То есть уезжают оттуда, а потом мы начинаем их искать. Они не оставляют, имеется в виду, даже точных координат, где, например, в паспорте учащихся и так далее, бывает другой адрес, а место фактического проживания другой. И потом мы начинаем искать. Они нам не представляют справку, куда они, в какую школу они определились, где они учатся. И вот так на весу эти дети остаются, а документы у нас. Вот этим мы страдаем. Вот даже с Макачковой, когда по правам ребенка приезжало, мы говорим, что мы в такую ситуацию попадаем, что на самом деле мы беспомощны, оказываемся в этой ситуации, что мы даже адреса этих детей не можем найти. И все это мы, как говорится, вот эти дети за нами остаются, как будто они не посещают школу. Такое это тоже есть. Ну и другие причины. Я даже скажу, что сегодня родители на самом деле ссылаются и на материальное положение. В этот сезон, с конца августа, сентябрь, октябрь месяц, полевые работы, куда-то лук сажают, выезжают куда-то. Там с собой этих детей, подростков, 13-14 лет работают. И когда говоришь, ну так нельзя, эти права ребенка наши, ну они тоже говорят, ну как, у нас тоже очень плохое материальное положение. Если мы в сентябре начали, даже если не имеем денег, чтобы, как говорится, как положено этого ребенка отдать, на самом деле эти родители, они в основном и не пенсионеры, где-то от 35 до 50 лет, которые на самом деле нигде не работают и откуда-то деньги не получают. Они говорят, кроме как вот так зарабатывают средства и, как говорится, определять своих детей, у нас другого варианта нету и возможности нету. Поэтому, ну, приходится слушать их тоже иногда. Ну, это, конечно, не причина сегодня для того, чтобы детей в школу не отправлять. Ну, такие ситуации бывают. А приезжают, вот в сентябре мы отчет задаем, примерно, что этих детей нету. Они приезжают в октябре месяце, говорят, мы на работе были, где-то работали и так далее. С такими этими тоже приезжают. Такие варианты. Если дети, вот у нас, например, мы, кроме вот из этих 12 детей, большое спасибо, вот, инспекция по делам несовершеннолетних, очень, они, как говорится, они много усилий приложили в этом году вместе с нами. Они и по домам ходили, это делали. И Наида Камиловна тоже, она в этом плане, в этом году большую работу провела. Мы совместно поработали, социальный педагог. Все эти дети в школу пришли. Из этих 12 детей остались у нас, значит, Садуев Абдулла. Ну, этот мальчик, он на самом деле, мы знаем, этот человек несколько операций на голову перенес. Он уже 9 классов тоже окончил. Я думаю, не стоило бы даже его этот список включать, что он не ходит. В таком случае, если есть у него операции, такие подтверждения, тогда нужно... Есть. Инвалид, детство, у него эти тоже есть, заключения тоже есть. Это все документации у него, они собраны. Если документы такие есть, которые подтверждают, тогда нужно... Он на самом деле инвалид. А был такой случай, вот этот, Абдуллаева у нас девочка была, которая не посвящала. Вот Гульмира приезжала, с ветеринарами люди приезжали, вместе ходили. Эта девочка тоже пошла в школу, Садуева тоже пошла в школу. Это на самом деле фактически не якобы, а точно эти дети в школу ходят. И вот этот, остались у нас Идрисов Тагирович, Идрисов, Идрис Тагирович. Это она вот сегодня тоже, я смотрел, у него тоже есть заключения медицинские, которые принесли родители. Они сейчас бегают, он в больнице лежит, потом они выписали его сейчас. Эпикрид тоже есть, у него медицинский. Они на него тоже инвалидность оформляют, говорят, ну пока с лечением. Он на самом деле с 10 месяцев, это ребенок с самого детства с патологией, болезнью тоже. Он болеет, ну в школу тоже он ходил. Он несколько раз уже на повторный год тоже остался. Осваивают материал, программу тоже, это ребенок очень слабый на самом деле. Физически на него смотришь, вроде бы нормальный ребенок и так далее. А фактически на самом деле слабый ребенок. Элементарный вещь, мы даже его как бы на шадящий режим поставили, чтобы не нагружать особо. Так поднимали где-то до 6-7 класса. Но дальше тянут материал и программу, это на самом деле ребенок не способен. Вот это заключение они тоже сделали. Остальные все дети в школе. Нам самое главное, чтобы наши дети были говорить так. Вот, которые понятно, про состояние здоровья, это каждый человек должен понимать. Мы должны идти к галлицинной встрече, оказаться в действии. Если будет, для того, чтобы у нас есть обучение на дому. Да, да. Садуев как раз таки, он уже на обучение на дому нужен был. Поэтому хотя бы надо, чтобы остался год, хотя бы, чтобы закончить с ним. Если, да, ну Садуев, да, вы говорили, там у него есть. Да, да, он остальное обучение было. Ну, тогда вот, будем говорить, таких явных у нас нет. Ну, важных. Да, да. Вот тут безболезни мы от нее никуда не денемся. А вот за остальными, которые не посещали, все-таки работа должна, они должны быть там постоянным, как говорится, контролем. И если есть, как говорится, непосещение, вы должны сразу бить в колокола, чтобы этот процесс не затягивался. И мы должны их возмущать в учебный процесс. Спасибо. Вы слышали также и мнение отца Майсарат Ахубековой, Магомеда Ахубекова. Ну, говори, вот у нас в чем причинное посещение для ребенка в школу, можете сказать? Она не хочет в школу идти? Нет, ну так же не бывает. У нас же обязательно в этом самообразовании, у родителей же отвечают за то, что обучать детей, за воспитание детей до ее совершеннолетия, вы же в ответе. Ну, да, я ответил, да, правильно. Но если она не хочет учиться, что я с ней на сыне, что вы ее в школе откроете? Я же не могу на сыне откроете ее в школу. Ну, как, она что, вас не слушается? Я смотрю, ребенок прекрасно. Ребенок слушается, но говорит, что он не хочет учиться. Ну, так же, у нас же закон для всех, у нас же, мы же не можем, каждый делает то, что хочу, служу, хочу, не служу. Ну, это понятно, но если он... Хочу, не ем, хочу, не ем. Мы же маленькая детей, никто заставляем есть, если он не хочет. Я понял, я против этого ничего не имею, но я же говорю, если она не хочет, я заставить ее в школу отправить. И как она нехорошо учиться? Нет, ну, хорошо или плохо, это уже, как говорится, если будет ходить, то ничего, она освоит, ничего страшного. Первый девятый класс. Ну, в школе сегодня освоило, сейчас она что можно освоить? Ну, по крайней мере, вот мы, в каком, в седьмом классе она должна, да, учиться? Ну, в седьмой, восьмой, девятый, три года. Ну, надо же над этим работать, так же не бывает, что ребенок не хочет, и все, и лаппись сложил. Мы же знаем, что у нас закон предусмотрено, что родители отвечают за воспитание детей. Ну, в таком возрасте, если ребенок не слушает, такого не может. Это не получается, что не случается, если он не хочет, я же не могу достать заучиться. Ну, надо же, тогда родитель обязан его заставить, чтобы он прошел это обучение. Ну, допустим, она дома, допустим, кушать не хочет, доходить, убирать не хочет. Хочешь говорить, нет, ты будешь делать. Но это вопрос у нее другой. Нет, ну это, это все. Дома вопрос другой. Ну, конечно, это все. Дома вопрос другой. То, что вот она до сих пор не говорила, вот то, что начали она, когда в школе там, один раз пришла, пожалуйста, второй раз пришла, третий раз я древней позвонил. Ну, это все равно девочки. Этих ребят, вот эти, Ангелеев, Амин Дибирос, Слава Мусалиму, быстро справились с этой задачей уже почти в сентябре месяце там. И не то, что посещали, они у них частные пропуски были из-за пропусков за родителей. Чаффил. И вот их тоже мы хотели включить, но справились с этой задачей. Эти ребята уже стабильно посещают, ходят. Одна единственная девочка, ахулека у Массарата. Ну, и что родители говорят? Ну, а что родители говорят? Не хочет, я дочка, учиться. Не хочу, я ее отправляю, пускай сидим дома. И была проведена социальная педагогия, я сам ходил, я разговаривал со всеми, все, 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 сколько ни говори. Вот сегодня тоже я ему говорю, вы же говорю, какую проблему ты создал и для меня, и для себя, и для других. Какую мне родиться? Седьмой класс. Седьмой класс, да. Седьмой класс. Принадцать лет, да, получается. Да. Трое-другие дети в школу ходят. Значит, мы здесь еще раз, мы говорили и говорим, насчет одежды, без одежды мы пульт делать не собираемся. Если хочет, ну, чтобы предел разумного, то есть, чтобы не вот так ходила. Ну, вот так она ходила, имка ходила в Вильнюю. Она говорит, райсан Исафмана, что ли, кто-то ее замечательно сделал, я директору позвонил, он говорит, я директору позвонил, директор мне сказал, я, говорит, сказал им, чтобы они сняли хитер. Неужели нельзя платье, как мы в школе, да, ниже колен, фарту, я платки снимаю, ни одного ребенка в школе не заставляю. Есть у тебя еще какие-нибудь проблемы в школе, кроме вот как одежда? Мы просто пришли сюда разобраться и оказать, вернуть тебя в школу. Ты же можешь пойти в школу, нормально учиться. И нету же у тебя других проблем? Нету. Нормально училась, сейчас на классе тоже. Давай, Магомед, к этому придем. Завтра она, вот как есть, так... Если она скажет, если она скажет, я пойду в школу, я ее отправлю. Если не пойдет, я на сыне в вторую школу не буду. Боисера, завтра идем в школу? А? Почему? Почему? Парень, мы говорим, что-то говорим, мы говорим. Мы говорим. Если тебя обижают, мы найдем виноват. Тебя обижать-то не будут. Тебе нужно растить. Обижать, если я буду, когда я по строку поработаю. Чтобы поработать, по строку, образование, ум. Все понятно, но тем не менее, однако, ты отец, правильно? Вопросов нет. А ребенок по-любому тебя будет слушать. Поэтому нужно, чтобы она пошла в школу. Тем более, вот директор здесь. Физкультуру вопрос сказали, по одежде вопрос сказали. Ну, отличниками, золотыми медалями не все бывает. Поэтому, если у каждого человека, получается, допустим, он по учебе, второй, там, инженер, третий, садовод, четвертый, там. У каждого человека. Она хоть будет на все заводки учиться, она учиться не пойдет. В школу окончится, она не может, или это факт? Ну, понятно. Но все равно, ну, БО, БИДИ-класса она обязана, понимаешь? От этого обязанность нас государство не снимает ни с родителей, ни с учащихся. Поэтому нужно сделать, нам надо найти общий язык, чтобы ребенок пошел в школу. Нежелание ребенка, просто с твоим молчалилово, такого согласия, она остается. Тебе, как родителю, она разговаривает, столько людей видит, чуть-чуть ошарашена нами. На ней некогда поговорить, сказать, что это во ее благо. Почему она ходит, религиозное отучение получает, почему не получит светское образование? Нет, я же говорю, брат, если она даже будет на все заводки учиться, она учится не будет. Понятно, я не говорю, чтобы она началась в вузе. Вот эти два, как говорится, для меня это вполне достаточно. Для вас это достаточно, а для нее? И для нее достаточно. Можно, да? И для нее достаточно. Скажите. Вот этот вопрос, знаете, вот, то, что касается медрессы и школы, это наиболее, как говорится, близко нам это, с осветлинцем. На территории сегодня, в Севастопольске, 5 медрессы работают. 5 медрессы работают, и женские, и такие, и такие. Вот насчет одежды, он говорит, вот, они вот у нас посвящали, у нас все девочки вот отходят. Ну, я им сказал единственное, у нас единая школьная форма должна быть фарту, и желательно, чтобы СССССР, чтобы красиво и эстетично было, чтобы ССССР, чтобы одели белые, имеется, вот эти шарфы, которые завязывают, чтобы они были белые. Никто им это тоже делать не запишет, и по закону тоже это не запишено. Мы форму, имеется в виду, соблюдаем, форма есть и так далее. Вот второй вопрос, который он говорит тоже, что медресе посещает, для него достаточно и так далее. У нас тоже всегда этот вопрос стоял, и много родителей было таких, которые говорили, девочки, как говорится, до 13-14 лет дойдут, они пускай медресе посещают, дальше все равно учиться не пойдут. Вот у нас очень много ребят, которые в Египте и в Сирии и в других местах учились, приехали, они сегодня известные люди в Дагестане, вот мы в школе и с родителями, и со всеми, и даже на пятничной молитве с родителями обращение сделал этот человек, уставал. Девочки, мальчики должны учиться в школе. Вот я, примерно человек, выучился, и я желаю, что не получил высшее образование, потом не поехал дальше учиться, потому что в любом случае это багаж знаний сегодня девушкам. Сегодня, если по закону тоже, мы тоже с родителями так разговорим, и прокуратура тебя будет беспокоить, и инспекция по делам не совершим. Вот эти все разговоры будут, будут, будут. Мы тоже вот так же были у нас несколько человек, у нас 12 человек было, я им докладывал уже, зашли домой, объяснили ситуацию, разъяснили. Ну, хорошо, девочка сегодня, конечно, скажет, не хочет. Но у нас, если по этому желанию, допустим, 30% у детей дома останутся и скажут, мы не будем учиться, ну, все равно, пойди тоже навстречу с девочкой тоже своей поговори, и тебе, как говорится, головных боли не будет, постоянно к тебе приходить, то штрафовать будут, то это, вот это, тебе самому тоже головные боли за это будут. Пускай девочка тоже компромисс найдет, одежда тоже, они говорят, что нормально, претензий нет. Действительно, мы от техторов требуем, чтобы они соблюдали законы оборудования. В первую очередь, когда мы выезжаем из школы, мы действительно, нам, наш начальник, Плаха Малышко, начинайте прямо с ковидики. Как мы входим в этот школу, раз мы за эту школу отвечаем, мы в первую очередь так заходим, везде смотрим, вот так и заходим. В первую очередь, единую форму проверяют, школьную. Действительно, 21-го тоже этого, в этом году тоже я посетила Новососибирскую школу. Как приятно туда, в зимнее время, какое бы это время ни было, единая форма соблюдается как и на Новососибирске, так и в других школах. В этом директор прав, что он требует от своей школы, он замечательно получает кусочек, как руководителя этой школы. И я думаю, здесь, если родители тоже ответственность несучи, они за образование своих детей, если они сами не заинтересованы, чтобы они хорошие знания получали, или чтобы они входили, то учителя и руководители этих учреждений не смогут, чтобы все дети посещали. Вот эту работу, которую они проделали в Новососибирской школе, вот эти, на начало 12, это большая заслуга руководителя этой школы, Амара Белуаловича, социального педагога, классного руководителя. Но еще раз хочу вам сказать, действительно, родители тоже с пониманием, когда их посетили, когда мы объяснили, поняли и отправили своих детей в школу. Поэтому у них таких детей, я куратор этой школы Новосибирской, поэтому я за них могу твердо сказать. Действительно, я поехала 21 декабря, ой, января этого года, я была в этой школе, все дети, которые в этом списке сидели, в школе, кроме тех, которых он назвал, которые отсутствуют на болезни. Данный вопрос, конечно, не был отложен в долгий ящик, и он остался открытым. Вполне возможно, что обе стороны придут к общему знаменателю, и вопрос этот будет снять с повестки дня.